Привет! Это великая и неподражаемая экспонента. А это касательная к ней, обычная единичка, да еще плюс x. В общем-то, между графиками этих функций ничего общего, ну разве что точка 0,1, да и вряд ли вообще из типенных функций можно соорудить нечто похожее на экспоненту, уж очень она уникальна, и даже вид параболы графика функции 1, плюс x, плюс 1, вторая x в квадрате — так себе пародия. Впрочем, если сюда добавить еще одну шестую x в кубе, то по крайней мере в окрестности нуля функции станут немножечко похожими, а полином с 1,24x4, кажется, дает еще большую точность. Так, только давайте знаменатели перепишем с помощью факториалов, для красоты. Хм, надо признать, что по мере увеличения количества слагаемых, оранжевый и голубой графики перестают быть различимыми. Ну дела, но это еще были цветочки, мурашки по коже начинает выступать, когда с помощью полинома удается аппроксимировать извилистую функцию синуса. На мой взгляд, это будет покруче голливудской романтики. Наверное, вы уже догадались, а может быть и нет, с косинусом и многими другими функциями та же самая история. Притом аппроксимацию можно запустить не с точки 0, а, например, с точки π или любой другой. Главное, чтобы в этой самой точке у нашей функции f от х были определены производные любого натурального порядка n, в том числе и нулевого порядка, само собой разумеется. Те разложения, что были представлены, получены с помощью формулы Тейлора, ее частный случай, формула Макклорена. И сейчас мы попробуем разобраться, что здесь к чему на примере экспоненты. То есть мы зададимся целью найти такой полином а плюс bx плюс cx квадрат плюс dx³ и так далее, который сходится к e в степени х. Если вы готовы, поехали! Итак, вот наша e в степени х. А чему равна ее производную? Ну, это вы знаете. Той же самой e в степени х она и равна. Сколько бы мы раз функцию не дифференцировали, экспоненте от этого ни горячо, ни холодно. Значение всех этих экспонент в точке 0 равно единице. Здесь тоже все понятно, e в нулевой — это единица. Теперь беремся за функцию g от х, тот самый интересующий нас полином, который сходится к f от х. Точнее, нам хотелось бы этого. А bcd и так далее — это неизвестные коэффициенты, которые мы очень хотим найти. У коэффициента e я буду рисовать вот такую вот волнистую черточку, чтобы вы не спутали его с известной константой. Находим первую производную b плюс 2cx плюс 3dx квадрат плюс 4e-волнистый х куб плюс 5fx четвертый и так далее. Затем находим вторую производную, а там уж и третью, четвертую, пятую, можно и n-ную, ведь здесь банально используются правила дифференцирования степенной функции и только-то. Мы также в силах найти значение любой производной функции g от х в точке 0. Например, сама g от х, то есть производная нулевого порядка в точке 0 равна а. Сами посудите, вместо всех иксов мы берем нолик, и все обнуляется, но вот ашечка только остается. Так же действуем и с другими производными, тем самым заполняем пятый столбец таблицы. Если мы предполагаем, что некоторый поленом g от х хорошо аппроксимирует функцию f от х в окрестности некоторой точки, в нашем случае 0, то логично предположить, что в этой самой точке значения всех производных у f от х и j от х совпадают. То есть неплохо было бы взять значения третьего и пятого столбцов и, соответственно, их приравнять. Так мы и найдем интересующие нас коэффициенты abcd и так далее. И даже е с волной от нас не уплывет. Короче говоря, мы получаем, что е в степени х это 1 плюс х плюс 1 в 3 х квадрат плюс 1 в 6 х куб и так далее. Факториалы в студию, и мы готовы обобщить. Всякий раз нужно будет прибавлять 1 на n факториал да на х степени n. Так это будет продолжаться до бесконечности. Хм, правда, конечно, не факт, что одно лишь совпадение производных даст право ряд, который сходится к породившей его экспоненте. Это верно лишь для так называемых аналитических функций. Но это ничего, мы сейчас вот сюда в конец напишем такую штуку и будем называть ее остатком n-ого порядка, который будет отвечать за разность интересующих нас функций. Умы 18-19 веков сумели получить ценную информацию об этом самом остатке. В форме Лагранжа он выглядит вот так. Да, легче не стало, знаю-знаю, но позвольте один ключевой момент. Вот эта закрючка в показателе степени е-шечки, буква кси, она по модулю меньше, чем модуль х, поэтому при n, стремящемся к бесконечности, весь этот остаток стремится к нулю. То есть им можно пренебречь, и того самого равенства производных, что мы уже записали, здесь вполне себе достаточно. Отлично, та же самая история происходит с остаточками синуса и косинуса при разложении их в ряд Тейлора. Попробуйте сами составить табличку наподобие той, что я показывал, и разложите функцию в ряд. Например, синус, это будет интересно. Если вы никогда этого не делали, обязательно напишите в комментариях, как ваши успехи. А сейчас мы готовы подступиться к самой красивой формуле математики, не считайте Рим Пифагора, к формуле Эйлера. Поехали! Те разложения в ряд, что мы осознали для экспонента синуса и его братишки косинуса, между собой отчасти похожи, и это раз. А кроме того, они верны не только для какого-нибудь действительного аргумента, но и вообще для произвольного комплексного. Это два! Собственно, экспоненту синус-косинус для комплексных аргументов как раз через ряд Тейлора и определяют, а уж дальше выводят те или иные свойства. Ладно, давайте уже побахнем z, равное i на y для нашей экспоненты в надежде связать все три выписанных разложения. Напомню, что квадрат мимо единицы равен минус единице по определению. Группируем слагаемые, сначала поставим четные степени, а из оставшихся нечетных вынесем мнимую единицу за скобки. Ну что же, здесь у нас не иначе как разложение для косинуса y, а рядышком для синуса y. А стало быть, e в степени i на y — это косинус y плюс i на синус y. Да, выглядит красиво, но не спешите выключать. Такое доброе дело без награды не останется. Посмотрим, как выглядит формула при y равном π. Косинус π — это минус единица. Давайте налево ее с противоположным знаком. А синус π равен нулю. И хотите верьте, хотите нет, а e в степени i на π, да еще плюс единица, равно нулю. Вот это уже просто поразительно. Присмотритесь, в этом тождестве переплетаются самые важные постоянные из разных областей математики. π отвечает за геометрию и за алгебру, e обитает в курсе математического анализа, а единичку давайте отнесем к арифметике. На мой взгляд, это тождество имеет еще какой-то социально-философский подтекст, если его записать вот в такой форме. Ну что ж, такие вот дела! Спасибо, что осилили это видео! Коли понравилось, поставьте ему класс и отправьте своим математичным друзьям. Гуманитариям тоже можно, чтобы не расслаблялись. Мыслите критически, занимайтесь математикой, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok